всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир посвящен дольше и сегодня я решила дольше делать на своих руках как раз пришло время делать коррекцию не вернее время это как раз не пришло мне абсолютно целенькие аккуратненькие ни одной трещинки наготули вот я же не пробовала еще фиолетовый цвет из дольше поэтому сейчас мы вместе с вами в прямом эфире начнем делать коррекцию продолжим потом это делать в контакте и так глядишь к вечеру я закончу делать себе коррекцию кстати кто вчера не был в контакте в прямом эфире смотрите как у нас красиво вчера в контакте было в контакте действительно качество прямых эфиров намного лучше сейчас кстати хорошо видно как блестят красочки вот такой цвет слоновой кости как красный блестит а это то что вчера была на эфире хочу показать потому что вчера не смогла нормально показать не было хорошего качества зато здесь смотрите сейчас хорошо видно какие красивые блесточки в молочном так ну ладно все убираем в сторону приступим сегодня у нас с вами праздничный маникюр при помощи дольше но в любом случае праздничный будет даже если праздника нету как жалко я буду плакать я буду плакать вот думаю убирать длину или нет я же думала что я похожу только несколько дней в итоге я две недели отходила ну можно чуть-чуть убрать длину так чуть уберем чуть-чуть убрали сейчас мне неудобно как жалко спиливать что вы знаете то что вы поставили я я что вы что вы что вы короче я кайфу от этой длины я уже к ней привыкла поэтому длину мы сегодня не сильно убрали так как я только две недели назад сделаете ногти тут и коррекция такая мини коррекция получится отлично отходила это наращивание на арочных типсах я вам скажу вообще пушка если кто еще самом начале говорил что это древняя технология до наращивание на типсах это очень старый способ один из самых первых но в новом апгрейте когда мы наращиваем на гель-лак сажаем на гель-лак макси либо медиум я считаю что идеально вообще качество ношения потом понятно что я делаю классическое моделирование я использую монофаз так самое главное арочку не затронуть что парочка осталось зато сколько я времени сэкономила так ладно потом мы это все поравняем сейчас мы сделаем моделирование короче насколько отросло настолько я длину убрала ну может чуть больше сегодня значит у меня день коррекции сегодня у меня день коррекции блин чё фартук не одела сегодня фиолетовый цвет дольче сегодня у нас будет фиолетовый цвет дольче сейчас мы сначала коррекцию сделаем потом чуть-чуть я себе маникюрчик сделаю так ультрабонд база базу либо берем классическую блин а куда я делаю классическую базу а вот супер бонт классическая база и классический гель монофаз моя большая баночка так чтобы не хватило на все время пребывания на кипре так нил преб до дольче сегодня у нас фиолетовый цвет роскошный роскошный посмотрите какие они яркие красивые сегодня день фиолетовые так неопреп это дегидратант дополнительный ультрабонд у меня совсем тут видите капелюсечку отросла тут такая номинальная коррекция но ее нужно все равно сделать потому что покрытие когда сделаешь будет видно так ультрабонд вконтакте мы продолжим тогда сегодня средний палец и три пальца уже к вечеру сделаем а завтра с утра либо ночь выложу какой-нибудь красивый рилс с новым маникюром сегодня у нас праздничный маникюр с дольче габбана ну девочки так назвали праздничный ну так хочешь не хочешь а но круглосуточно праздник будет я уже много раз говорила я обожаю делать перегруженные по композиции ногти большим количеством всевозможных деталей ну вот люблю я это чтобы ногти были сами как аксессуар сушим чтобы ногти были как аксессуар мне тогда не нужно носить кольца я их ненавижу носить я браслеты не могу носить я единственный браслет сейчас ношу это кортье потому что я не могу найти короче я все время отвертку от кортье теряю вы же знаете да что у кортье нужно вот здесь этот болт раскручивать я периодически этот эту отвертку теряю и не могу снять этот браслет хотя на самом деле он мне раздражает очень сильно поэтому мне достаточно когда у меня на руках вот такая роскошь понимаете все блестит много всяких штучечек можно бесконечно долго рассматривать ну вот скучно я сижу сейчас тренирую новую технику сейчас я вам расскажу что я сейчас тренирую может кому-нибудь пригодится так ну у меня сейчас дурацкий фильтр ну потому что я вообще не накрашена а фильтр какой-то тупорывый я сейчас тренирую новую фишку называется концентрация внимания поставила себе будильники там утром рано полдень в обед вечером и поздно вечером перед сном садитесь в комнате и отслеживаете свои мысли чтобы их не было вот рассматривайте так вот тут стена такого-то она цвета здесь вот такие песчинки тут цветок у цветка такие листики и вы это вот все просто рассматриваете как только мысль идет я понимаю что концентрация моя закончилась знаете с каких минут я начала секунд у меня сначала концентрация была только 30 секунд прикиньте 30 секунд я на больше не могла концентрироваться у меня сразу мысль прилетает какая-то ой а надо отремонтировать эту стенку а я вот видела в том-то магазине и у меня мысли убежали либо в будущее либо в прошлое и я что заметила сижу на море недавно такая так я на море концентрация смотрю на облака на море на песок а потом понимаю боже да у меня же маникюр который можно просто рассматривать и это тоже очень удобная тренировка для концентрации потому что рекомендуют например брать картины смотреть на картины таким образом тоже тренировать концентрацию легче да потому что там есть что рассмотреть я поняла что мне тренировать концентрацию очень удобно на моем маникюре Прикиньте, как прикольно Я теперь, когда сижу на море И когда у меня рассматривание заканчивается Я перевожу руки Вернее, перевожу взгляд на свои руки Короче, так, эфир Эфир не про это был А я тут за концентрацией внимания В общем, я обожаю вот такой маникюр Кто-то скажет, какой кошмар Как вы можете с этим каждый день ходить Как вам не надоедает Я говорю, девочки, мне правда Мне искренне не надоедает Это не потому, что я продаю эти ногти А потому, что у меня это с детства Я всегда себе делала какой-то неимоверный маникюр Самыми обычными лаками Все это разрисовывала Ходила на рынок Помню, даже у бабушки в деревне В Ульяновской области Потому что до меня тогда не доходило Как можно красками рисовать Чтобы можно было Все это делать между слоями прозрачного лака Чтобы это не скалывалось Маленькая была Это у меня был на 5-6 класс Я рисовала лаками Знаете, что лаками очень сложно рисовать На самом деле Они же сохнут на воздухе Я вот тогда помню девчонкам Своим подружкам тоже разрисовывала ногти И это у меня всегда была куча всего Какой-то перебор Я там помню Чего-то он только на ногтях А ногти были короткие Ногти, конечно же, были короткие Потому что 6-7 класс Вот, поэтому у меня на ногтях Всегда много было всего Вот, у меня всегда было много всего Поэтому сейчас Мне наплевать, что такая длина огромная У меня, видимо, работает память тела Мышечная память Я просто идеально, комфортно хожу с этими ногтями Но единственное, видите, прикол У меня правая рука короткая Мне нравится Мне нравится, что вот так тылищ Это у меня рабочая рука Мне все удобно делать А это для вдохновения Я рассматриваю ее, успокаиваюсь Вот такой процесс медитации может быть Для мастера маникюра Или для клиента, кто носит вот такие ногти Которые для них, как игрушки Рассматривать, играть в них Так, давайте Пока у меня высыхает моя скульптура Напомню вам про сет Сет Дольче Так, давайте так красиво наведем камеру Сет Дольче Так, немножко пылька у нас тут села Содержит 4 гель-лака Гель-лаки я уже чуть позже показала Вернее, чуть раньше показала 4 гель-лака Сегодня у нас день Дольче пурпур Фиолетового цвета Зеленый Это как раз я сейчас только что спилила Конечно же Здесь идут декорации Роскошные Давайте мы сейчас на них посмотрим Сейчас я вам их поближе покажу Здесь 5 плоскостных И 5 стекло В этот раз получилось засунуть Аж 10 слайдеров И, конечно же, здесь в электронном виде Смотрите, каталог Вот очень важный момент Что каталог Для чего Здесь вы в электронном виде Можете скачать Все фотографии Мастер-классы Фотографии Типс И использовать у себя На своей странице Мы будем только рады Если вы будете для рекламы Использовать наши фотографии Потому что Не всегда есть время Создать какой-то продукт В виде ногтей Либо типс Чтобы клиентам прорекламировать И сказать Смотри У меня такая-то новинка Не всегда есть время Себе сделать маникюр Чтобы прорекламировать новинку А здесь вы берете Маникюр из дайджеста И рекламируете их Сейчас начнем пилить И делать дизайн Давайте сейчас рассмотрим Поближе Посмотрите Какие они хорошие Они такие хорошие И они так хорошо стоят Девочки Это же правда Великолепно носится Вот ничего не обдирается Понятно Что может быть исключение Если ножом Клиент зацепит Но я Периодически Здесь Пока у меня были перчатки Я в перчатках Кушать готовила Ну не очень удобно Но я одевала Только на вот эту руку Красивую Ну клиенты Такие длинные ногти Делать не будут Согласитесь Это только Я всегда говорю Если вы видите Человека с длинной Огромной длиной Это как правило Мастер маникюра Хотя сейчас Современные тиктокеры Девчонки Молодежь Хотят такие ногти длинные Есть запрос на это Правда Они все могут Этот запрос удовлетворить Смотрите Сколько всего красивого Это вот пошли Плоскостные Кружево Цветочки Леопардик А так Здесь это Анютины глаз А вот Шагенкины Мы сегодня с вами Как раз С этими Анютиными глазками Будем работать Так Поехали Пилить Сейчас Я быстренько Запилю У меня здесь Мини коррекция Была Делаете Моделирование И потом Маникюр Очень удобно И обратите внимание Как ногти Выглядят Тоненько Да Хотя Толщина Тут такая Прям приличная Здесь Очень хорошая Толщина Я здесь Монофаза Налила Прям Достойная Толщина Скажем так Благодаря Типсу Да Арочный Типс Даша Даш А достань мне там Коробку Арочный Квадрат Типса Во втором Ящике Благодаря Тому Что у Типса Очень хорошая Сама Своя Крепость Идет Еще Он Как Дополнительный Каркас Выступает На Стрессовой Зоне Получается Ногти Как Монолит Идут Арочный Квадрат В глубине Мне кажется Это Благодаря Качеству Пластмассы Они так Хорошо Держат Каркас При этом Дудочка Узенькая И они Не выглядят Как Лопаты Ногти Короче Классно Очень Удобно Очень Качественное Моделирование Получается Тарак Про Серебро Катя Добрый У вас Очень Много Лини Золотых С Надписью Не Планируйте Серебряные Линии С Черной Белой Надписью Так Ладно Сфотографировала Ваш Комментарий Да Редко Мы Серебром Делаем Да Потому Что Серебро Очень Плохо Смотрится Тонкие Линии Не Видно Поэтому Как правило Больше Золота Добавляют Все Ну В принципе Я даже По торцу Тут Особо Понижать Не Буду Не Буду Трогать Все Сделали Быструю Коррекцию Любите себе делать Коррекцию Скажите Так Неудобно Лучше Найдите Друга Мастера Маникюра И ходите К нему На Коррекцию И Чувствуйте Себя Человеком Вот Мне Например Сейчас Ходить Некуда Мне Конечно Очень Неудобно Я Прям Мучаюсь Сейчас Я Безопасной Фрезой Быстренько Пройдусь И потом Наверное Просто Щипчиками Чтоб Сейчас Время Не тратить На маникюр В эфире А я Очень Не люблю Делать Коррекцию Как бы Дизайн Люблю Делать Себе Блин Ну Как Коррекцию Маникюр Наращивания Себе Даша А тут У меня Щеточку Даша Где Щеточка Для Пыли Что я Мучаюсь Сижу Даже Щеточку Не могу Найти Так Сейчас Быстренько Кутикула Ремовер Так Пока У меня Кутик Кремовер Значит Мы берем С вами Анютины Глазки Нам Понадобится Кружево Анютины Глазки Кружево И я хочу С крестиками Поработать Сейчас Я подумаю Будут Наверное И большие И маленькие Кресты И еще Я хотела Взять Вот эти Вот штучки Ободочки Смотрите Я называю Бусы Генриха Восьмого Просто Есть Знаменитый Портрет Генриха Восьмого Я не помню Кто А Гейнсбора Художник Гейнсбора И Это Семнадцатый Век И в Семнадцатом Веке Мужчины Одевались Как павлины Я называю Просто Очень пафосно Очень много Украшений И там Вот были Вот такие Средневековые Классные Украшалки Я называю Бусы Генриха Восьмого Обязательно Забейте Посмотрите Гейнсбора Генрих Восьмой Сегодня работаем Вот этими Четырьмя Слайдерами Кому плохо видно Не забывайте Я после этого Эфира Иду Вконтакт Вконтакте Качество Эфиров Намного Лучше Намного Лучше Я сегодня Не буду Здесь Делать Подкутикульное Покрытие Сейчас Расскажу Что за Покрытие Здесь Будет У нас Щипчики Мы возьмем Чуть-чуть Не под камеру Вообще Неудобно Все Обезжириваем И поехали Очень хочу сделать Чтобы вот эти бусики Шли Ниже Где-то С отступом Ну Например Отступ На Высоту Какой-нибудь Вот такой Вот брошки Можно как раз Вот дольше Приделать Так как ногти У меня видите Длинные Мне есть Где разогнаться Будет Кайфово Да Поехали Поехали А Или вот такую Штучку Брать Дашь ты Ножницы А Вот они Ножнички Готовим Готовим Водичку Я уже Опустила Сейчас мы пока это сделаем Топ Топ Слайдер Сушим 30 секунд Одну минуту Но я на весь ноготь Сейчас не наношу Мне нужно сделать Вот в этом месте Небольшой кусочек брошки Прежде чем делать Основное покрытие Поэтому я здесь Такую небольшую толщину На хушу Топ Слайдера Видите Очень удобно Отдельной кисточкой Наносить Чтобы толщины не было И сейчас Приклеим Вот эту брошечку Сделать выкраску Дольче Я давно Кстати Не делала В эфире Выкраску Можно сейчас Взять ложечки И выкрасить Если хотите В конце сейчас Время останется Так Вот как раз Хорошо мне нужно Делать Под кутикулу Покрытие А я в эфире Очень не люблю Делать покрытие Под кутикулу Это мучение Одно сплошное Мне всегда Неудобно Так Ультрабонд Ультрабонд Так Посмотрела Вроде ровно Все И теперь Я буду делать Покрытие Перед тем Как бусики Клеить А бусики Пойдут По границе Дольче Пурпур Сейчас Постараюсь Нанести Потому что В принципе Гирлаки Из этой коллекции Они Достаточно Плотные Сейчас Посмотрим Нужен будет Второй слой Или нет Но это Не значит Что наливаем Жирный слой Иначе Не просохнет Кружево Наверное Я здесь Уже Использовать Не буду Кружево Значит Буду Использовать Вконтакте Здесь Другая Композиция Будет Ну В принципе Нормально Все равно Сейчас будет Идти Дизайн Здесь Много Все Сушим Хорошо Высушиваем Две Минуты Ну Смотрите Да Вот В этой Коллекции Получилось Намешать Очень Плотные Гирлаки Но Я всегда Говорю Плотные Это Хорошо С одной Стороны Но У кого Например Слабые Лампы Вам Нужно Контролировать Толщину В принципе Хорошо Высыхают В один Слой Достаточно Но так Чтобы Не налили Потому что Если вы Нальете Они просто Не высохнут Да Классные Получились Цвета Белым Белым Кружевом Ну Да Я могла Бо Сейчас Стемпинг Взять И Добавить Белое Кружево Но Я хотела Сделать Вот эти Варианты Видите С черным Кружевом Я хотела С черным Кружевом Сделать Поэтому На следующем Ноготочке У меня Будет Ничего Хорошая Длина Хорошая Так Топ Слайдер Прям Постарайтесь Не налить Топ Слайдер Тоненько Распределить Чтобы Не было Лишней Толщины Так Нанесли Сушу И нам Нужно Сейчас Вырезать Анютины Глазки Я еще Видите До конца В голове Не сформировала Что у меня Как будет Потому что Длина Огромная Надо Наверное Было В конце Сделать Кружево Черное Блин Точно Хорошая Хорошая Так Буси 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 Генриха Восьмого Я почти Прям Угадала Так Так Смотрите Ой Какие Вы Хорошенькие Так А теперь Я могу Взять Самые Большие Анютины Глазки Так Я возьму Побольше Так Ноготь Длина Позволяет Сейчас Мы Посмотрим Как я По Композиции Буду Делать Так Крест Наверное Здесь Будет Знаете Наверное Я крест Сейчас Сначала Наклею И Вокруг Креста Буду Все Это Распределять Да Так Берем Фиолетовый Крестик Хотела Цветной Большой Взять Думаю Ладно Нет Так Это Как Конструктор Лего Вот Капсула Любая Которую Мы Сейчас Выпускаем Я Их Делаю Так Чтобы Вы Взяли Этот Конструктор И Просто Собрали Готовый Вариант Не Ломали Голову Ну Кто Любит Конечно Радость Вот Этого Творчества Вам Конечно Здесь И Экспериментов Хватит Вот Кто Не Любит Эксперименты У Кого Не Хватает Своей Фантазии Вот Пожалуйста Можно Отталкиваться От тех Вариантов Которые У вас Будут В Электронном Дайджесте Так Какая-то У меня Тут Пылиночка Все Посадили Теперь Мне Сейчас Понятно Куда Мне Анютины Глазки Начинать Клеить Так Водичка Тут У меня Видите Просто Стаканчик На заднем Плане Так Так Что Надписи Наверное Сто Процент На такой Длине Много Всего Единственное Мне Нужно Взять Надписи Которые С беленьким Текстом У нас Есть Текст Тут Беленький Текст Тоже Пригодится Так И Есть Логотипы Белые Большого Размера Вот Я так думаю Сейчас Он мне Тоже Пригодится Так Не Сделали Все Готово Здесь Как раз Можно взять Штампик Штампик Ответить Ответить На этот Вопрос Так Ну Поехали Штатив Штатив У него Держатель Как у Ламп Осветительных Ой Чей-то Я Может Черный Все-таки Будет Чуть Чуть Читаться Хоть Хоть Пилюсечку Ладно Надо Воздуха Чуть Оставить Что Это Я Совсем Ты Знаете Мне Просится Для Композиции Еще Пара Кусочков Добавить Смотрите Как я Сделаю Наверное Фиолетовый Вот так Возьму Возьму Анютин Глазок Разрежу Его Напополам И Засуну В пустые Дырки Так Разрезали Кто Кто Уже Пробовал Делать Наращивание На Арочном Квадрате Типсах Которые Приклеиваются На Одну Треть На Гель Кто Пробовал Так Я понимаю Знаете Как Не сильно Существенно Но Не знаю Просится Сюда Скажите Так И так Ну Отлично Что Это У меня За Ворсинка Так Все Почти Закончили Сейчас Мы Сделаем Второй Слой Для Как раз Надписи И Такого А-ля Логотипа Так Ультрабонд Эти Излишки Которые У нас По Бокам Мягко Мягко Такое Движение Вниз Пилочкой Убрали И С 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 Ну Чтобы Здесь Все Чистенько Было Все Теперь Мы Берем Топ С 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 Так как в боксе нет шермиконов, в боксе только слайдеры, стекло, плоскостные, но все же это слайдеры. И чтобы у нас лишней толщины не было, а слайдер на слайдер качественнее всегда ложится, когда мы нанесли слайдер и второй слой слайдера, наклейки, наклеиваем снова на топ слайдер. Можно было бы на ультрабонд приклеить, так многие делают. Поэтому это лишняя толщина, и чтобы не было этой лишней толщины, я вот так вот сейчас аккуратненько пройдусь отдельной кисточкой. Дисперсия будет, но это будет тоненько, особенно вот торцы проверяйте. Так, и сушим. Все, и у нас остались вот эти два элемента, сейчас мы их приклеим. Нет, слайдеры отдельно не продаются, это все создано специально для бокса. Это в рамках одного решения. Здесь идет вот такой электронный каталог. Здесь маникюры, здесь типсы, здесь мастер-классы. И это все в рамках вот этой одной корзиночки, такой вот косметички. Сейчас вот хотим после Нового года перейти на коробочки. Хотя вот мне косметички тоже очень нравятся. Так, поехали. И здесь можно вот так повторить этот значок. Да, возле кутикулы он будет поменьше, здесь он побольше. И надписи мне очень хочется добавить. Все, второй ноготь можно будет с кружевом сделать. Так, ультрабонт обязательно. Так, что выкраску-то показывать вам? Вы мне так и не сказали. Хотя уже 45 минут. Так, что берем? Ультрашайн я предлагаю взять. Да, ультрашайн. Обязательно излишки нужно будет сейчас убирать какой-нибудь тоже отдельной кисточкой. Вот, давайте возьмем лепесточек. Ей будет удобно убирать излишки там, где у нас стразики. Здесь можно сразу под кутикулу не наносить этот топ, чтобы пока вы его будете медленно по всем украшениям распределять, чтобы он у вас не потек. Дольче Габбана очень любит цветочные принты. Перемешивать это с бижутерией, выполненной в таком романском стиле, византийском стиле. А у итальянцев этого всего очень много в культуре сохранилось. Так. Все, излишки убираем. Уж не знаю, на камеру я сейчас сделала или нет. Так. Так, так, смотрю ваши вопросы. Да. Ну, ладно, давайте сейчас тогда быстро пробегусь. А, мне нужно фильтр отключить. Потому что что такое? Фильтр все это время был включен. Прикиньте. Что, для такой длины у меня даже очень не толстый ноготь получился, я вам скажу. Вот, если бы я наращивала на нижних формах, и чтобы это был такой носибельный вариант, пришлось бы делать чуть-чуть потолще. Такая игрушка. Понимаете, это такое полноценное украшение. Вот, кто-то носит бижутерию, кольца, да? Сейчас же модно, когда вот много еще колец. Вот, а я ношу вот такой маникюр. Сейчас мы ВКонтакте продолжим. ВКонтакте будет у нас вариант с кружевом. ВКонтакте будет у нас кружево. Так, надо сушить чуть-чуть. Сушим. Сушим, сушим. Так, ну давайте сейчас на выкраску уже нет времени. Я, наверное, нанесу вот так вот на какую-нибудь бумажечку. Итак, смотрите, розовый цвет. Розовый, имейте в виду, розовый он в составе неоновый пигмент имеет и поэтому при полимеризации будет чуть-чуть темнеет, но буквально через 2-3 часа он будет восстанавливаться. Дольче пурпур. Мы им сейчас работали. Роскошный зеленый. Кстати, он под зиму, вот этот зеленый даже больше идет, чем, например, зеленый из летней коллекции. Сейчас же зеленых все равно очень много. И пальто, и куртки, и аксессуары. Свитеров очень много, кстати, зеленых. Рубашки зеленые. Зеленые очень хорошие не только для лета, но и для зимы. Отличный зеленый. Ну и, конечно, великолепный, роскошный. Роскошный. Дольче Блэк. Это надо видеть, это великолепие. Надо видеть, смотрите. Он с красивым, жемчужным, перламутром. Ну, вот камера этого не передает. Действительно, камера этого не передает. Я отходила с этим черным. Мне тоже... Всем, конечно, больше всего всем нравились черные ногти мои. Кто помнит, у меня на левой руке был такой вариант с горошинками, с прозрачным гипюром. Этот маникюр... Вот все, кто живут у меня здесь, мои знакомые на Кипре, им черные ногти больше всего зашли. Кому-то зашли еще зеленые. Вот эти все сейчас мои последние зеленые ногти. Тоже все, казалось бы, да, вот зеленый, ну, нетрадиционный цвет для ногтей. Ну, всем нравится. Вот черный и зеленый. Вот так. Всем большое спасибо. Напомню, сейчас идет черная пятница на Эми Шоп. Там много неожиданных предложений хороших. Обязательно переходите, смотрите. Возможно, там есть что-то, что вы давно хотели купить. По очень хорошей цене рамочку. А, типсики показать. Давайте покажу сейчас. Типсики еще раз. Это все типсы с прямых эфиров, кстати. Там, если внимательно пересмотреть, контакт, инстаграм, это все есть. Составить дизайн с красным цветом. Ну, вот давеча я работала вот с красным цветом, понимаете. Для меня сейчас это хэппи нью е, понимаете. Красно-белое. Почему бы такое не сделать? А вообще, красный цвет, он такой специфический для дизайна, действительно. Вот, ну, например, если взять варианты из Дольча Габана, вот представьте, вместо розового красный цветы тоже могут быть. Ну, сейчас зима. Сейчас зима. Поэтому надо смотреть. Ну, с украшениями что-нибудь. А, слушайте, ну, в новом дайджесте там есть много красных вариантов. Посмотрите там. С красным. Где у меня дайджест? Сейчас я... Где-то у меня был дайджест. Сейчас. Секундочку. Вот. Так, мне надо уже в контакт, конечно. Сейчас. Здесь, по-моему, есть прям раздел с красными ногтями. Ну, да, вот смотрите. Вот вариант, например. Ну, это, как правило, должны быть какие-то лаконичные варианты. Вот, видите. Либо вы к красному добавляете какой-то цвет. Ну, чаще всего это золото-серебро, белый-черный. Это универсальные дополнительные цвета. А, хочется что-то перегруженное в вашем стиле. Слушайте, ну, у нас много вот такого. Смотрите, как перегружено. Вот. Мне очень нравится этот маникюр. Это дайджест, страница 38. Смотрите, как классно. Красненький. Ну, такой вот вариант с красненьким. Здесь, правда, покрытия нет. Так, что тут. Ну, это такой скромненький вариант. Ну, мне больше всего понравилось здесь. Вот. Такой диор в красно-черном цвете. Имейте в виду, дайджест есть в электронном виде на Эмми Шоп. Поэтому, если нет возможности купить живой. Вот. Хотя живой он есть в наличии. Ладно. Всем пока-пока. Ты не швейфер. М-м-м.